Самый близкий друг у Саши. Кто? Мама. Они как одно целое, всегда вместе. Вдвоем плачут, смеются, дурачатся, фотографируются и никогда не опускают нос. Мама Светлана за все интервью с нами ни разу не проронила слезинки. Говорит, нельзя. Ведь думать о плохом в этой семье не принято. Все нас любят, ждут, когда мы лечимся. Все навещают, звонят, пишут, друзья поддерживают, одноклассники, учителя. Все включены в работу. В 2008-м, тогда Саше было 2,5 года, а Светлана заметила нарушение в походке сына. Кроме этого, они стали постоянными пациентами терапевта. Мальчик начал часто болеть. Обратившись к специалистам, родители Саши услышали. У вас опухоль головного мозга. Незамедлительно ребенку сделали операцию, потом, дождавшись трех лет, врачи назначили химию и лучевую терапию. Казалось, помогло. 7 лет Саша жил, как все обычные дети. В апреле этого года беззаботную жизнь прервал рецидив. Болезнь вновь дала о себе знать. И все началось заново. Поездка в Москву, операции, химиотерапия. Сейчас нам требуются очные консультации в Москве и продолжительная поддерживающая химия в течение полутора лет. Препараты все немецкие, потому что Москва работает напрямую с Германией. В Чите как таковых препаратов не имеется, поэтому требуются большие затраты денег именно на нахождение этих лекарств и поездки в Москву, чтобы их получить. Вылечиться и поехать на море – это пока самые заветные желания Саши. Ведь мальчишка каждый год ждет лето, которое так любит и которое пока так опасно для него. Помогите Саше исполнить мечты. Отправьте смс на короткий номер 4647, слово «могу» и сумму перевода. И помните, даже 100 рублей дадут Саше и его семье надежду на будущее, надежду на лето. Анастасия Салтанова, Анна Кулигина специально для проекта «Я помогу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова